АПЛОДИСМЕНТЫ Поговорим, как работать над самим выступлением. И потом маленькие читы и хитрость, а потом вы сможете пойти домой. Что ж. Первое, что вы должны сделать еще до того, как начнете думать о названии своей лекции, о том, где она будет проходить, что там будет и все прочее, первое, что вы должны сделать, определиться с целью вашей лекции. Вы должны понять, зачем вы это делаете. Прочитать лекцию — это не цель. Лекция сама по себе средство. Допустим, вы хотите, чтобы в мире стало меньше сердечно-сосудистых заболеваний. Вы можете сделать много разного. Например, вы можете прочитать лекцию о полезном питании для того, чтобы в мире стало меньше сердечно-сосудистых заболеваний. Лекция — средство. У вас есть некая цель, лекция, способ ее достичь. Ставьте цели, достигайте целей. Хорошая цель обычно коротка, влезает в одно предложение, звучит как лозунг. Цель этой лекции — я хочу, чтобы как можно больше людей прочитали свою научно-популярную лекцию. После того, как вы поставили цель, вам нужно перечислить все вещи, которые вашему слушателю нужно знать, для того, чтобы ваша цель была достигнута. Вы просто начинаете записывать подряд всякие пункты плана. Вот, допустим, я расскажу вам про цель, потом я вам расскажу про текст, потом я вам расскажу про выступление. Вы просто пересчитаете разные пункты плана, и у вас получится план вашей лекции. Если ваша речь длинная, захватывает множество тем и или, то в начале всего этого вам следует рассказать, о чем вы будете говорить в следующие полтора часа. В конце вашей лекции повторите все, о чем вы говорили в предыдущие полтора часа, срезюмируйте и скажите, что вы сказали про все эти лекции, про которые пообещали сказать сначала. Это создаться ощущение сюжета у вашего слушателя, и он хорошо будет понимать, когда же его отсюда отпустят. Вы можете понимать, что мы сейчас где-то в середине вот этого текста, и вас отпустят еще через два пункта. Хорошо. Теперь именно тот момент, когда у вас есть некая цель, и когда у вас есть уже приблизительный план, тот момент, когда вам стоит начать прорабатывать материалы для вашей лекции. Не надо недооценивать этот момент, он занимает обычно много времени. Посмотрите на ваш план. Посмотрите, все ли вы знаете для того, чтобы рассказать про эту тему. Может, вы что-то читали давно и забыли. Может быть, вы чувствуете какой-то пробел в вашем образовании, и вам кажется, что вот между этими двумя пунктами можно вставить еще один. Самая большая опасность обычно заключается в том, что... Это сейчас будет очень важная фраза, она кажется очевидна, но... Мы ничего не знаем о том, о чем мы вообще ничего не знаем. Если вы о чем-то знаете, вы об этом знаете. И самое главное, вы знаете, как много вы об этом знаете, и можете узнать больше. Если вы о чем-то не знаете совсем ничего, вы даже не знаете того факта, что вы об этом не знаете. Это очень важно. Вы можете считать лекцию о какой-то теме, и вам может казаться, что вы все хорошо в ней разбираетесь, но два года назад вышло какое-то исследование, которое серьезно все меняет, вы о нем не знаете. И не зная о нем, вы о нем не знаете, понимаете? Поэтому очень важно подходить внимательно к проработке материалов. Если нашли что-то новое, изучите план, отредактируйте его. План ниже металлокерамической конструкции, его можно переделывать. И пара толковых книг сверху никогда не помешают. В книге классные. Для своих лекций я получаю примерно 50% информации из книг. Книги молодцы. Еще где-то, наверное, 25% составляет Википедия, где-то 15% составляют лекции Теда. И все остальное составляет разный другой рандомный интернет, статьи, курсы на Курсере, прочее, прочее. Это все к чему. Даже в 2015-м книги молодцы. Читайте книги. Книги дают много новой информации. Не делайте лекцию по материалам одной статьи одного автора. Он может быть неправ. Все люди могут быть неправы. И Википедия может быть неправа. Но Википедия где-то уже последние 9 лет имеет меньше ошибок, чем большая британская энциклопедия или чем специализированные справочники. Поэтому, если ваша информация совпадает с текстом Википедии, наверное, вы правы. Или, по крайней мере, не ваша вина в том, что вы недостаточно старались, выясняя источники. Понимаете? Не делайте лекцию про одну статью одного автора, особенно если он не совпадает с текстом Википедии. Для создания хорошей лекции нужно время. Притом, очень многое этого времени уходит именно на проработку источников. Поэтому берите большой запас времени. Начинайте работу над лекцией как можно раньше, потому что вам захочется очень сильно изменить лекцию, как только вы начнете ее репетировать. Поэтому мой общий совет будет прост. Не тяните с постановкой целей. Сразу разберитесь, зачем вы хотите сказать, что вы хотите сказать. После чего постарайтесь сделать первую репетицию не позже, чем за одну неделю до самого выступления. После первой репетиции вам сильно много захочется переделать. Для того, чтобы сделать первую репетицию не позже, чем за одну неделю до выступления, вам нужно сесть писать текст не позже, чем за две недели до выступления. Текст обычно пишется медленно. За час выходит полстранички текста, и потом три четверти текста хочется выкинуть. Текст не пишется за одну ночь, он не получается магически из воздуха. Поэтому берите большие запасы времени. Время хорошо переделывается в качество. Не переоценивайте свои силы. И всегда держите под руками что-нибудь, куда вы можете записать свои мысли. Если вы выработаете привычку записывать все идеи, которые приходят вам в голову при работе над лекцией, даже если вы сейчас моете посуду или идете по улице, то у вас автоматически будет генерироваться какое-то количество текста, который войдет в лекцию. Я раньше пользовался Evernote. Это такая программа, которая может синхронизировать заметки с телефона на компьютер и обратно. Она весьма удобная для универсального рендомного применения. Потом я начал готовить все лекции в Google Docs. Google Docs очень удобный. Ребята, в 2015-м нужно пользоваться онлайн-редактором с кооперативной работой. И оказалось, что для всех смарт-тонов существует невероятно удобное приложение Google Docs. И обычно у меня лекция выглядит как листы, 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 листы. А потом в конце такое месиво из разных идей, которое приходило мне в голову на бегу. Я тут же записал его в конец документа. Потом раз в пару дней я компилирую. Это все, и получается лекция. Записывайте все мысли, которые к вам приходят. Используйте для этого технические средства. Используйте блокноты. Используйте то средство, которое вам удобно использовать. Вы не должны бороться с интерфейсом. Еще одна штука, которая очень важна, но не относится напрямую к лекции. Еще до того, как вы будете готовить выступления, что-то репетировать, все прочее, организаторы лекции попросят у вас название лекции и тизер, короткое описание в 2-3 предложения. Они сами по себе не нужны лекции, в общем-то не нужны для достижения вашей цели. Они нужны организаторам. Но вам придется их предоставить заранее. Поэтому, как только вы определились с целью, написали план, начинайте уже думать о названии, о описании в несколько предложений, о том, что вы скажете и так далее. Это не сильно важно, просто сделать это быстренько и заранее. Что ж, мы написали план. До этого определились с целью. Мы проработали источники, прочее, прочее, прочее. И теперь нам нужно написать текст. Мы уже много знаем, теперь нам нужно написать текст. Давайте разобьем написание текста на две задачи. Первая задача — сгенерировать текст. Вторая задача — сделать текст лучше. Для того, чтобы начать писать текст, сгенерировать текст, не могу говорить за всех. Мне нужен, с одной стороны, некий заряд вдохновения, с другой стороны, мне нужно знание о том, что я собираюсь писать. Крутая штука заключается в том, что обе эти вещи получаются из одного и того же. Вы идете, читаете источники. Вы садитесь писать текст, текст не пишется. Вы либо мало знаете, либо мало вдохновились из ваших источников. Вы идете, читаете источники. В какой-то момент вы досчитаете источники достаточно, что текст начнется писаться сам. Если вдруг этого не происходит. Тогда у нас есть несколько разных способов заставить его писаться Первое, перед вами чистый белый лист, вам очень страшно, у вас еще три недели перед лекцией Начните с какой-то вводной конструкции, возможно вы ее потом удалите Начните с, привет, меня зовут имя Рек, моя лекция будет про лекции, я буду рассказывать о том-то, том-то, том-то Я затрону такие-то, такие-то темы, ну, видите, тут пока нет никакой специальной информации Это шаблон, вы можете вставить в него любые свои слова Как только вы начнете и напишите хотя бы строчку, дальше идет реально лучше Вам просто нужно писать, и с каждой новой страницей вам просто нужно писать Обычно вы берете и пишете небольшой рассказик под каждым из написанных пунктов плана Он так разрастается, разрастается Во-вторых, вы можете начать свою очередную главу с определения Допустим, вы делаете доклад об общественном транспорте, и одна из ваших глав называется трамвай Ну, дайте определение трамваю, скажите, что трамвай это городской рельсовый пассажирский транспорт Вводите определения, не стесняйтесь, вводите хорошие короткие термины Не все люди знают, что такое самосознание, или память, или атомный реактор Объясняйте тут же в двух словах, что самосознание, ну, знаете, это сложная тема, не могу объяснить Будьте честны, вводите термины Третье Если нам действительно очень нужно писать текст, ничего не получается Не получилось начать с вводной конструкции Нет никакого термина, который мы можем объяснить Есть секретная методика Я... Все, дверь закрыта Есть секретная методика, есть метод кочерги Она не относится к написанию лекции напрямую Она относится больше к написанию художественного текста Но, как правило, нам нужно писать художественный текст Суть в чем Парень убил старушку кочергой Незамысловатый сюжет Давайте его удлиним Молодой парень Убил старую, злую старуху Ржавой, помятой кочергой Тут уже есть больше информации, которую мы хотим донести до нашего слушателя Теперь мы можем добавить неких обстоятельств Весной, как только растаял первый снег Наш герой, выпускник военной академии Начинайте уточнять свой текст Берите любое слово, которое вам кажется недостаточно понятным вашему слушателю То есть вы знаете, кто этот парень Вы о нем давно уже думаете Ваш слушатель еще не знает, он пока что парень Добавляйте детали И таким образом мы берем эту кочергу Гнем, делаем разной Делаем неожиданные повороты сюжета В середине у нас может оказаться, что старуха была шаманом Парень был вампиром У них там странные свои теневые отношения И фэнтези мир Вам нужен какой-то метод генерации текста Используйте метод кочерги, если не получаются никакие другие варианты Вы просто пишете одно предложение про то, что тут должно быть Допустим, нужно писать хорошие тексты к лекции И тут я понимаю, что нужно Очень слабая мотивация Хорошее, очень расплывчатое определение Тексты к лекции Хорошо, с этого и начнем Писать тексты к лекции И дальше каждое слово Разножайте, размножайте, размножайте Генерируйте текст После того, как мы сгенерировали Такой добрый шмат текста Он такой посоленный, режет у нас в кладовке Наша задача сделать его лучше Первое, что вы можете сделать для того, чтобы прочитать текст лучше Сделать текст лучше Прочитайте его вслух Пока вы читаете текст про себя С экрана компьютера Что-то делаете, все получается хорошо Как только вы первый раз читаете текст вслух Желательно, закрывшись где-нибудь в туалете Как только вы в первый раз читаете текст вслух Вы начинаете понимать, что у вас много повторений Очень многие места переставлены шиворот на выворот Есть циклические зависимости Вы ссылаетесь на какую-то штуку, про которую расскажете лишь через две страницы Или вы уже второй раз рассказываете об одном и том же Просто хороший был кусок, вы каждый раз его вписали в середину каждого абзаца То есть читайте текст вслух И это будет быстро его улучшать При этом, когда вы пишете текст Не увлекайтесь компиляцией из источников Читайте источники Пишите свой текст Во-первых, так вы будете вырабатывать свой стиль Вам этот текст дальше говорить Обычно люди говорят не так, как пишут Пишите так, как говорите Пишите то, что собираетесь говорить Так, как именно вы это говорите Если вы компилируете из источника, вы потом не сможете это прочитать Вы не сможете это рассказать Потому что вы говорите не так, как написано в Википедии Во-вторых, когда вы пишете текст сами Вы тут же автоматически его запоминаете Потом вам не нужно будет его учить Пишите текст с вами Пусть это будет ваш текст Читайте источники, пишите текст Выделяйте жирным важные слова Важные фразы, термины, определения То, что вы хотите не забыть в этом тексте То, что вы хотите использовать То, что вы точно хотите донести до своего слушателя Обычно на одной страничке у меня Вот тут вот четыре слова выделено жирным Тут вот одно, но очень важное для меня Обычно на одной страничке у меня выделено От нескольких слов до нескольких строк жирным И это единственные те слова, которые я пытаюсь запомнить как цитаты Треть написанного текста обычно можно легко выкинуть без какого-либо ущерба для цели Выкидывать текст очень легко, я отдаю универсальное правило Вы читаете предложение своего текста Потом пытаетесь ответить, как оно приближает нас к цели, если никак вы его выкидываете Таким образом текст быстро становится меньше, меньше лучше И самое главное, мы не удаляемся от цели Мы помним, мы делаем лекцию не для того, чтобы сделать лекцию Наша лекция достичь нашей цели Что ж, мы что-то там понавыкидывали, поредактировали И кажется, нам уже нравится, мы читаем это вслух Получается хорошо, мы не стесняемся это читать с открытой дверью в туалет вслух Что мы должны делать дальше? Теперь вы должны прочитать этот текст на диктофон Не нужно никакого дорогостоящего оборудования, почти у всех есть мобильники, там есть диктофон У кого-то есть ноутбук, там есть микрофон и диктофон Вы просто читаете текст на диктофон Это вам нужно для двух моментов Первое, так вы контролируете свою дикцию, как вы дышите, как вы говорите Может какие-то слова вам не нравятся, может вы и не знали, что вы так отвратительно говорите Я когда слушаю себя на диктофоне, я... Ей-богу, мне казалось, все так хорошо было Второе, второе важное, что вы делаете, когда читаете текст на диктофон Вы замеряете его длительность Вы знаете, сколько времени это займет на выступлении Обычно на выступлении вы будете говорить чуть-чуть быстрее Учтите это Но также на выступлении вас скорее будет отвлекать какой-нибудь фактор из зала Где-то заезд, проектор, прочее, прочее Это займет дополнительное время Когда мы готовим лекции для 15 на 4, мы стараемся делать так, чтобы на диктофоне вы были ровно 15-минутными Ваш... Вы будете говорить быстрее, потому что будете волноваться, вас что-то задержат, получится те же 15 минут Контролируйте время диктофоном, слушайте, как вы говорите Это очень быстро помогает улучшить речь Что ж, ваш гениальный текст готов и закончен Он вам очень нравится Вы прочитали его несколько раз И вы прочитали его каким-нибудь родным, близким, мне, котам И вы прочитали его на диктофон Следующее, что вам нужно сделать, перестать его читать и начать его рассказывать Я ярейший противник зубрения и выучивания наизусть больших блоков текста И обычно, если вы текст писали сами, достаточно хорошо его изучить для того, чтобы практически не подглядывать в свои черновики Можно следующим образом Первое, как я уже сказал, вы выделяете жирным все те фразы, которые вы хотите цитировать Которые являются для вас важными Или это термины, которые вы хотите не забыть В современных текстовых редакторах есть кнопка Выделить весь текст такого же стиля Вы жмете на свое жирное выделение, делаете выделить весь текст такого же стиля Копируете это в новый документ У вас получается новый документ, в который у вас только выделены жирным фразы из первого документа Вы печатаете его, получается 3 листика из 15 Теперь вы можете рассказать свою лекцию, используя вот эти три листика опорных слов Если вы правильно выделили все жирным, все остальное достраивается само Если вы неправильно выделили все жирным, возможно, вы два раза подсмотрите в толстый конспект Все остальное достроится само После чего вы берете свой план Обычно у вас план от 5 до 15 пунктов Вот, у меня просто короткая лекция, 3 пункта После этого вы берете свой план и пытаетесь, не используя уже эти листики с черным выделением, рассказать, используя план и так далее Если ваша лекция длинная, допустим, вы читаете трехчасовую лекцию с двумя перерывами, вы можете проделать этот процесс редуцирования пару раз. Сначала выделить много жирным, порепетировать с много жирным выделенным, потом оставить лишь самые ценные слова, выделенные жирным, порепетировать с маленькой выделенной жирной шпаргалкой и так далее. Две-три репетиции вы очень хорошо усваиваете текст, если писали его сами. И мне кажется, это лучший способ ее запомнить, просто два раза рассказать его, пользуясь опорными словами. Я хочу сказать буквально три слова про одежду. Прошлой осенью мы все наблюдали, как замечательные ребята посадили на... Ребята, вы вдумайтесь, на летящую ракету. На летящую ракету они посадили спускаемый аппарат. Комету? На летящую комету они посадили спускаемый аппарат. И я думаю, многие помнят Мэтта Тейлора, замечательный физик, очень веселый, отличной бородой, с отличной рубашкой, который замечательно комментировал все происходящее. Смотрите, смотрите, мы опускаем фила, мы выпускаем фила с розетты. И все было весело до тех пор, пока кто-то вдруг не сказал, что у Мэтта сексистская рубашка. На рубашке были какие-то сцены из фэнтези, девушки стреляли из бластеров, девушки были одеты в фэнтези-доспехи. Вот. И кому-то показалось, что у Мэтта слишком сексистская рубашка. Парни опускали спускаемый аппарат на летающую комету. Мне кажется, это максимальное достижение человечества на сегодняшний день. Нет ничего более крутого, но согласитесь. И придрались к рубашке. Я хочу жить в мире, где слова человека не будут зависеть от того, какого он пола, возраста, во что он верит или какая на нем рубашка. Поэтому я хочу сказать три слова про одежду. Это не важно. Все, я не буду больше говорить про одежду. Что ж, теперь само выступление. Все люди нервничают. И выживают, и... Некоторые выживают. Все люди нервничают и переживают перед выступлением. Это нормально. С этим ничего нельзя сделать напрямую. Много опытные лекторы пишут, что они выступают уже там десятилетия, и каждый раз я выхожу и снова нервничаю. Ну и разве что чуть-чуть быстрее подавляю все это. Это абсолютно нормально. С этим нельзя ничего поделать напрямую. Но есть один маленький чит. Перестаньте нервничать о всем, что не касается вашей цели. Нормально нервничать, что цель сложная, нужно еще покопаться в источниках и проработать материал. Нормально нервничать, если у вас есть какой-то блок текста, который вы написали в 4 ночи, понимаете, что он вам не нравится, и нужно переписать, вы нервничаете. Это нормально. Перестаньте нервничать о всем, что не касается вашей цели. Что вы придете, а всем не понравится. Люди уже пришли, вы им уже нравитесь, никто не приходит, если не нравится. Обычно вы все настроены доброжелательно, ну, по моему опыту, к лектору. И если ты выходишь сюда, то все так улыбаются, тут сразу хорошо, и ничего страшного нет. Не нервничайте ни о чем, что не касается вашей цели. Не нервничайте про само выступление. Переживайте о том, что у вас плохой материал. Улучшайте материал, пока не перестанете переживать. Очень хорошо получается. На сцене встаньте в самое удобное место. Можете там заранее его поискать, поищите. Мне нравятся, скажутся, вот эти две плиточки. Встаньте в самое удобное место и обязательно улыбайтесь. О каких бы грустных вещах вы ни говорили, улыбаться необходимо. Улыбаться необходимо, потому что люди слушают и верят только тем людям, которые им улыбаются. Вам придется улыбаться, улыбайтесь, делайте это с радостью, вам тоже улыбаются с радостью. Важно, смотрите людям в глаза, всем постоянно, находите их, пересчитывайте. Вы должны поддерживать контакт с зрителями. И если вы периодически смотрите раз в несколько минут каждому зрителю в глаза, они все вас будут слушать. То есть не теряйте свою аудиторию. Вот они тут все хорошие. Вот я вот разве что на этих ребят редко смотрю. И поймите, что улыбаться, смотреть в глаза и все прочее, это просто вещи, которые вы должны сделать для того, чтобы ваш слушатель вас услышал. И это нужно для застижения цели. Это очень важно. Что ж, пара хитростей, если все предыдущее не помогло. Первое. Запомните первый абзац. Вот первый абзац. Выучите его как скороговорку. Потому что вы будете идти, 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 идти. Все устал, забыл, страшно. Запомните первый абзац, запишите его там на маленьком листочке. И обязательно возьмите с собой. И как только вы начнете говорить какие-то первые слова, дальше будет легко. Просто научитесь говорить. Привет, меня зовут Анатолий. Вот. И дальше будет легко. Второе. Перед лекцией хорошо выспитесь, сходите в душ, отдохните, хорошо проснитесь, позавтракайте, сходите в душ еще раз, все прочее. Бессмысленно дорабатывать текст в последнюю ночь, бессмысленно делать презентации в последний день. Делайте все заранее. Перед лекцией отдыхайте. Обычно подготовка больших блоков, обычно подготовка к длинным лекциям достаточно изматывает. Желательно закончить ее заранее для того, чтобы действительно отдохнуть. На лекции вы должны быть активным, отдохнувшим. Лучше читать лекцию, которую вы закончили две недели назад и последнюю неделю даже не открывали и повторили последние пару дней. Перед лекцией отдохните, выспитесь. Берите с собой бутылочку воды, кружечку, что-нибудь. В какой-то момент вы замешкаетесь, будет непонятно, как и там следующая фраза. Глоток воды и вот и все. Он дарует вам секунду, вы перевели тему, все хорошо получилось. Возьмите с собой текст лекции, возьмите с собой все эти листы. Нет ничего страшного, что вы не помните их всех наизусть и они не сильно мешают вам. Держите их перед собой или положите их где-нибудь рядом, даже если вы не будете ими пользоваться. Сам факт наличия у вас этого конспекта будет сильно уменьшать ваш стресс. Вы будете знать, что если я потерялся, а вот же я. Возьмите с собой текст, держите его рядом, поэтому я говорю, что пишите свой текст сами и пишите текст. Руки обычно держите где-нибудь выше пояса, машите ими. Если вам нужно сказать что-то действительно важное, сделайте паузу, немножко наклонитесь к вашей аудитории, улыбнитесь им и скажите это важное. Что ж, завершая вашу речь, скажите что-нибудь приятное. Выразите аудитории, что вам было очень приятно провести с ними это время, вы были такие замечательные ребята, мне очень понравилось. И спасибо вам большое. Для того, как вы начали задавать вопросы, я сразу отвечу на самый популярный вопрос, как стать лектором. Нужно подойти ко мне и сказать, привет, я хочу стать лектором. Я говорю, вау, и дальше все вам рассказываю. Это несложно. У нас есть небольшая группа волонтеров, мы проводим по вторникам каждую неделю репетиции, помогаем с подготовками и прочим, прочим. Это обычно не больно, и у нас все очень веселое. Вот, теперь вопросы? Ты была первой. Да, у меня два вопроса. Первый, как будет ситуация, когда ты готов генерировать благотворческого текста, но у тебя, и ты хочешь выкинуть от этого все, что ты читал? Как выбрать, какую именно узкую цель ты хочешь решать? Я могу ответить на цель, но не так, как я читаю в книгах, а так, как я считаю правильным. И если это, допустим, научная лекция, ну или что-то подобное, а у меня ступор, наоборот, с тем, чтобы добавить в нее чего-то, цитаты. Нужны ли вообще цитаты кусать? Это твоя цель. Да, снимай. Ты достигаешь свою цель, и ты сама лучше понимаешь, что нужно для достижения своей цели. Ты можешь написать лекцию про свои стихи, тебе не нужны никакие цитаты для этого. Ты можешь написать лекцию про то, что ты думаешь о чем-то, тебе не нужно для этого ничего. С другой стороны, зачастую я хочу написать лекцию не о том, что я думаю о чем-то, а о чем-то. И я отдаю себе отчет, что я не являюсь специалистом в чем-либо. Поэтому мне нужно узнать больше, поэтому я иду в источники, поэтому у меня появляются цитаты, поэтому у меня появляются какие-то источники. Не потому, что мне нужно добавить источники, потому что я понимаю, что добавление... Если я узнаю больше источников, получу больше информации, это сделает текст лучше. Если ты пишешь о своем мнении, то тебе не нужны источники. Ты можешь писать о том, чем ты хочешь Самое главное Никогда не стесняйтесь сказать, что А я, кстати, считаю вот так вот Это нормально, если у вас есть собственное мнение Не забывайте говорить, что это ваше собственное мнение Очень часто я говорю про такое-то исследование, такое-то исследование, такое-то исследование Говорю, что 70% ученых согласны с этими ребятами, 20% с этими Я, кстати, тоже согласен с теми, которые 20% Это субъективное ощущение Или потому-то, потому-то Или я книжку раньше прочитал Или я вообще не знаю, кто вот эти 70% я лично не видел Ну, то есть Не бойтесь выражать собственное мнение, просто добавляя к этому, что мое собственное мнение таково Еще вопросы? А вот насчет одежды Все-таки, я не представляю твою позицию То есть, да, хотелось бы жить в мире, где перед рассудком нет места Но пока что мы живем не в таком мире, увы, и встречают по одежке Как все-таки с этим быть? Ну, можно, знаешь, выйти прочитать крутую лекцию В итоге, да, тебе ставят классно, мне нет Но если ты изначально выйдешь, тебя никто не знает И ты там просто в охмотьях И не подстриженный, и не мытый У меня нет хорошего ответа на это действительно хороший, сложный вопрос Я не знаю, что нужно делать Я не знаю, что мы должны сделать вот здесь и сейчас, чтобы все стало хорошо Но я знаю, что единственный способ достичь конечной цели Это маленькими шишками к ней двигаться То есть, допустим, я пришел и прочитал лекцию в дырявой футболке И трем людям из 20 это не понравилось Но зато я принес некую толерантность к дырявым футболкам И вот следующему лектору будет легче Двум людям из 20 это не понравится И если мы так будем 7 лет читать лекции в дырявых футболках Периодически меняя их на рубашке с женщинами в фантастических доспехах Я думаю, мы плавно будем двигаться в какую-то из сторон Я не верю в революцию Мы просто должны меньше обращать внимания на то, как выглядят люди И больше на то, что они имеют в виду Нет другого ответа Все остальные вопросы вы сможете задать мне Меня легко найти в ВКонтакте Я думаю, вы все знаете наши группы, паблики Не буду ничего описать Если нет, что ж Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы пришли Наша следующая встреча будет тут же, в четверг, также в 7 вечера И если кто-то из вас хочет почитать лекцию Мы прямо сейчас, сегодня, завтра заканчиваем сетку на сентябрь лекции И начинаем начало октября И поэтому вы можете сегодня мне написать Для того, чтобы попасть в сетку на конец сентября, начало октября Все такое И не бойтесь, правда, это не больно Спасибо вам большое До четверга Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!